я прямой эфир заходите в линеечку итак дорогие друзья сегодня 31 декабря 2018 года москва планета земля солнечная система по русским лет исчислениям говорят что это 7528 лето это год парящего орла что выбирайте хрюкать или парить вот сейчас мы ожидаем когда подключится кушать александр юрьевич и пользуюсь лучшему на студии николаевич кулебаба мы видим что вроде бы произошло подключение кирилл нет я вас слышу по телефону но не слышу да нет нет вас в трансляции не слышно нет 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 по телефону только вас слышно давно давно не уходила уникальность разработки а достаточно простоте проверки гипотезы ученого ибо на сегодняшний день существует простаивающее оборудование в виде ускорителей в виде ускорителей говорите попробуйте сказать так вот мы слышим стоп секундочку я выключу телефон кирилла кирилл откуда идет а почему я не слышно себя я почему-то александр юрьевич не слышим через свой ноутбук и скажите что я не слышу странно ты его слышишь а я его не слышу разве ты слышишь александр юрьевича нет его слышал через телефон я понял как ты его слышал александр юрьевич нет связи через интернет нету давайте думать каким образом мы можем что происходит в настройках микрофона где-то там нужно поставить какой использовать микрофон либо проверить что микрофон воткнут 100 гнездо в которой надо нет не слышим видим что шевелит губами вот единицы двигают цивилизацию вперед но вот как рыба в аквариуме не слышны и не восприимчивы обществу к идеям единиц которые двигают цивилизацию вперед кушев александр юрьевич уже более 20 лет ведет речь о том что планета земля это карьер и инопланетяне выпаривают воду и питер это мегалитический выпаривательный комплекс и рим и петру и пирамиды и так далее однако исследователи альтернативной истории замалчивают версию кушелева скляров например прекрасно был знаком с александр юрьевич да был александр юрьевич знакомы вы склярова вот кивает головой да были знакомы и скляров нигде не упоминал о о версии александр юрьевич кушелева я надеюсь что сейчас интернет развился достаточно большое количество независимых исследователей которые почитают форум александр юрьевича кушелева лаборатории на на мир и проверят гипотезу на то что петропавловская крепость исаакиевский собор и другие нет абсолютно ничего нормально это да 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 это сейчас отвечено с картинкой почему такое где-то засветка мощная но лица нету лица нету почему лица нету аккуратно провод так александр юрьевич до начала эфира заявленного остается две минуты три минуты звука нету спасибо большое а чё сам сбился нет я настроил это было летом вечером не нужен был я так александр юрьевич вышел из трансляции сейчас попробую подключиться заново и так нас смотрят уже 11 зрители сейчас я зайду трансляцию и посмотрю что пишут в чате максим калинин ю тубе слышно к все уберите телефон подальше увожу к фонит мобила уберите мобила микрофона вырубите мобила всех с наступающим фаза рождества на землю упростили так ожидаем подключения александр юрьевич кушлю я думаю что александр юрьевич сейчас перезапускает компьютер анатолий николаевич может несколько слов как не скажете вот для чего кому как для истории для истории хочу всех поздравить вот туда может хочу всех поздравить с наступающим новым годом вот как меня тут как вот так меня всего сюда вот вот подключился кушев александр юрьевич еще раз александр юрьевич нет мы по-прежнему вас не слышим ну что все сорвалась трансляции да вот видишь вот это было давно настроить этим надо заниматься не александр юрьевич плитками вот я об этом антолий николаевич молчу молчу вы хотите поговорить что ну давайте поговорим с праздником всем укушали его нету звука я слышу понял а блиницу надо было настроить да было себе нашли где харчеваться антолий николаевич нашел нашли а бригаду кто кормить будет антолий николаевич я нет кто я говорю вы то все харчеваться нашли и все и каждый свой за куток побежал да 21 человек на осмотре дорогие друзья по техническим причинам прямой интернет мост с лаборатории на на мир кушлев дмитров задерживается микрофон что-то сбоит у александр юрьевича не не видно не видно не видно а вот так а вот так а вот так а вот так вот вообще отлично все даже много ну вот хорошо так александр юрьевич 23 зрители вас ожидают минуту говорит александр юрьевич ну что ж столько десятилетий ждали подождем и еще немного дорогие друзья вечная колбаса как говорят барманята вот вечная колбаса продолжается мы видим с вами дорогие друзья декорации даже не декорации а действующие прототипы частной физической лаборатории частной физической научной лаборатории которая занимается изучением волновых процессов в микроволновом диапазоне это гигагерц правильно александр юрьевич я не это не вру вот кивает головой говорит да все верно слышит хорошо слышит хорошо наушники на александр юрьевич да поэтому он нас слышит хорошо слышит хорошо слышит хорошо вот владимир лебедев переживая за вас анатолий николаевич говорит петрович не кипишуй деда ни при чем ну типа защищают вас спасибо вам в сердце искренне божью голову пожелаю вот 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 так вот слышите ждем пока подключится микрофон буквально считанные часы отделяют дорогие друзья до некого до некой до некой инфракрасной ловушки чтобы нужно было наесться напиться но помните это не наши праздники это навязанные нам праздники а что истинные наши может быть расскажет нам анатолий николаевич кульбаба вам слово сначала надо узнать почему нас назвали язычниками вот а язычниками называли нас потому что древние наши пращуры подчиняли только законам языка и называли нас книжники язычники хотя книга язык это самые замечательные слова которые только могут быть а их отнесли в разряд негативизма неких оскорбительных и кто отнес религиозники которые стали неофитами новообращенцами прозелитами прозелит новообращенцами неофит это иудейский веры исповедник который перешел в православную веру либо в католицизм какую угодно другой так что прозелит это новообращенность неофит чтоб знали что такое прозелиты еще первый раз слышит этот термин да вы что так точно это прозелит это неофит это тех самых про неофитов слышал еще более это она тоже самое этот о которой всегда русская мысль говорила самым большим негодованием таким о неофитах русскую православную церковь которые захватили в основном иуда и они тоже правят иуда и правят а 1700 в 700 году 7208 год петр первый сделан 1700 вот приехав и таким образом у нас потерялась история наша полностью потерялась история и мы стали жить по-новому летоисчисления 1700 от Рождества Христова а было 7520 а в то время при Петре было 7208 был точный год 7208 год был точный вот после всего этого когда мы потеряли свою историю мы не знаем чего о себе говорить 30 тысяч библиотек было погублено за это время был дан царский указ чтобы собирали все библиотеки и всякие сжигали вот такая была подлейшая петровская указка никто не молчат все говорят что он кораблестроитель да конечно что он царь великий Петр тоже конечно никто не спорит что он царь на то что он занимался масонством а всякое масонство не есть дружелюбие к своему собственному государству а государство это царство гражданство государства народов которые проживают на этой территории то и все его заслуги которые были они перечеркнут тем что мы потеряли такое колоссальное количество почти пятьсот пять тысяч лет мы потеряли истории куда потеряли да сегодня кстати был на поклонной горе парк победы и пропихивается идея такая что российская сам молодая цивилизация русская типа африканцы еще что то это вот древние такие цивилизации а русская тут холодно и поэтому тут недавно и выжить тут невозможно поэтому мы молодая цивилизация представляете какой вот как кастрируют вот сознание людей то что построена на пять тысяч километров великая китайская стена с бойницами против китая никто до сих пор не знает почему мы вас видим александр юрьевич но не слышим так 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 микрофончик поближе не слышно все равно нет показалось что вроде было слышно вас а сейчас не слышу вот какой то звук есть очень отдаленный кирилл можешь у тебя максимально громко сделать попробовать вывести да не нас не слышно его не слышно но очень тихо что вы видите вот где то что то пробивается звук александр юрьевич как то вот контакты вы может быть трогаете какие то нет это ноутбук так что в чате пишут раз два 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 вот кирюх надо вывести звук на динамику просто у меня тихий звук сейчас секундочку александр юрьевич звук вроде чуть-чуть появился главное чтобы в ютубе зрители написали как вас слышно дорогие зрители напишите пожалуйста насколько вам слышно александр юрьевича когда он вещает по хэнгаутсу звук немножко появился я слышу но насколько вот вам качественно это слышно что раз два три вот проскользит звук чуть-чуть он говорит очень плохо слышно где же у вас микрофон попробую с другого одевайся да так возникшая пауза заполняется кулебобой анатолий николаевич который воля случая оказался в студии глобальной волны уже наверное день третий или четвертый ну кто считает вот и пользуясь случаем записываем записываем уникальные сокровенные знания находящиеся в языке друзья сейчас вот уже получше ну вот видите здорово да даже я слышу что у меня слышно да уже вот хорошо слышно вас правда девайс в другой комнате находится поэтому придется сюда подтаскивать самые интересные вещи чтобы показать а там почему да нормально все ну че сейчас нормально слышно и тишина да 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 более-менее нормально александр юрьевич ну вот видите спонсорский девайс работает так ну что же тогда можно начать вы готовы ну да запись у нас идет или нет секунду это не страшно раз 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 меня слышно да хорошо динамики выключены а динамики у меня сейчас выключим а слушать я буду александр юрьевич там так сейчас секундочку а а вы видите выводится другое так вы готовы александр юрьевич да итак делаем отсечку здравствуйте дорогие друзья 31 декабря 2018 года московское время 19 часов 12 минут как и анонсировали прямой интернет эфир из физической лаборатории из частной физической лаборатории кушель кушель александр юрьевич кушель александр юрьевич использует использует широко известную теорию максвелла и дополняет и объясняет почему теория эфира сто лет не находила подтверждения типа все пытались через одну решетку там что-то доказать а александр юрьевич у него есть предложение по двум дальше есть разработки по молекулярным белкам расшифровки молекул создание автономной энергетики летающих тарелок новых видов вооружения новых очков и тысячи тысячи иных изобретений только один архив интернет архив или там аудио видео документарный архив александр юрьевича порядка десяти терабайт давайте послушаем александр юрьевича лично александр юрьевич вам слово как слышно и видно отлично видно и поэтому хочу для начала поздравить всех с наступающим новым годом две тысячи девятнадцатом вот я хочу рассказать о главных о главном открытии лаборатории имена мир с которого собственно началась лавина научных открытий и в данный момент уже можно говорить об индустрии научных открытий потому что научные открытия удается делать практически ежедневно вот ну значит начнем с главного ну в восемьдесят девятом году я решил значит разобраться что за структура по которой имеют электромагнитные волны потому что по кристаллам тоже идут поперечные волны работать вот есть нюанс то есть по кристаллам идут и поперечные волны продолжения в эфире электромагнитные волны только поперечные вот собственно вот это Это необычное свойство эфира, оно помешало создателям теории эфира. За 100 лет никто не смог создать электродинамику нелинейную. То есть Максвейл просто написал линейное уравнение по аналогии с гидродинамикой. И получилось уравнение Максвейла, то есть линейная электродинамика. А чтобы смоделировать элементарные частицы, нужно уже создать нелинейную электродинамику. И вот необычные свойства эфира, они не позволили сделать, потому что никто не смог создать модель этого эфира. То есть модель Максвейла, она как бы двухмерная, там всего нарисованы шестеренки в плоскости. А трехмерные модели Максвейл не успел сделать. А я начал делать модель эфира, чтобы получились поперечные волны. Сначала получилась модель из листов Мебиуса, которых надо было перекручивать четыре раза. И обнаружилась связь между прямыми углами и однородностью структуры. То есть это очень существенный момент, который показал, что я на верном пути. А потом я уже заменил листы Мебиуса сначала на вихри, как у Максвейла. Про Максвейла я тогда еще не знал. А потом уже вихри заменил на закольцованные лучи или на хороводы волн. И вот когда это было сделано, то получилась уже современная модель наномир, которая объясняет, почему, во-первых, никто не смог создать нелинейные электродинамики, потому что структура оказалась с двумя подрешетками. То есть взаимное смещение двух подрешеток – это и есть электрическое поле. И поэтому оно такими необычными свойствами обладает. Например, две подрешетки, они имеют предел смещения. То есть нельзя пройти одной подрешетки сквозь другую. На этом уровне возникает ограничение электрического поля. А что значит ограничение электрического поля? Значит энергия растет, а амплитуда электрического поля не растет. И как это может быть? Это может быть только за счет частоты. И тут возникает вот эта самая формула планка, я равно ошню. Когда энергия растет, а амплитуда уже ограничена. Но как это физически понять? Как происходит ограничение амплитуды? То есть когда частота становится достаточно высокой, чтобы, точнее даже не так. То есть когда у нас плотность энергии возрастает до того момента, когда уже электрическая амплитуда ограничена, то возникает первый фотон. То есть сфокусированный. Какая-то? Электромагнитный хул. Я не слышно? Слышно. Александр Юрьевич, картинки вы можете показывать демонстрационные? Потому что на словах это одно, а если вы будете демонстрацию делать, это было бы интересно. Так, сейчас хорошо, давайте попробуем. Из рассылки? Да, я думаю, что имеет смысл прямо из рассылки взять. Если этот самый... Сейчас мы запустим рассылку, я покажу экран. Входят версии, дорогие друзья, с легкой руки Кузнецов Андрей Евгеньевич ее запустил, что Александр Юрьевич Кушелев непростой человек. Это инопланетянин. Он отстал. Это представитель геологической разведки, который попал на планету Земля, и что-то с кораблем случилось. Он знает, как это все работает. Пути, чтобы создать тарелку и улететь отсюда. Александр Юрьевич, как вы относитесь к такой версии? Ну что, она у меня вообще-то описана в фантастическом рассказе. Может быть, Андрей Евгеньевич просто прочитал мой фантастический рассказ. Называется «Кругосветное путешествие под Швангелом». Так, значит, вот они, картиночки появились. Сейчас я попробую показать экран. Так, почему-то... Что-то не хочет показывать. Поделиться. Поделиться. А, ну поделиться. Так это же не этим я хочу поделиться. Ну вот, и конец. Ну вот, и конец. Спасибо. Чем я хотел поделиться-то? Вот видно вас. Вот видно картинку. А, видно какую картинку? Было видно там, где структура эфира. А, тогда сейчас мы ее вытащим. Вот сейчас ее видно? Да, да, да. Вот ее сейчас видно. Отлично. Значит, вот смотрите. Здесь синими, красными и зелеными колечками изображены элементы эфира, которые можно условно назвать шестеренки Максвелла, которые лежат в ортогональных плоскостях. То есть, синие кольца, они лежат в плоскости экрана. Вот красные в горизонтальной плоскости, а зеленые в вертикальной. Вот три типа элементов. Вот, ну и значит, они еще там имеют разное направление вращения и есть четные и нечетные плоскости. То есть, всего получается 12 типов элементов. Вот три степени свободы у каждого. Всего 36 степеней свободы элементов, структуры эфира. И оно совпадает с числом уравнений, независимых уравнений в современной физике. То есть, вот эта вот классическая модель эфира, она как бы описывается современной системой уравнений вакуума. Значит, дальше мы смотрим динамику. То есть, вот здесь показано, как движется. Гребни волны в элементах эфира. Значит, это вот справа видна, это кусок эфира виден с разных ракурсов. Вот, а слева показано, как движутся волны внутри элементов эфира. То есть, эти волны уже не электромагнитные, а по эфиру второго порядка. Они уже движутся не со скоростью света, а намного порядка быстрее. Ну вот, ну, значит, дальше вот самое интересное. Здесь показано взаимное смещение под решеток эфира. Вот это взаимное смещение, оно ограничено размером элемента. И вот это ограничение, оно как раз и приводит к возникновению элементарных частиц, начиная с фотонов, на уровне энергии типа 0,586 электрона вольт. То есть, это в миллион раз меньше, чем энергия покоя электронов. То есть, вот на этой энергии, 0,586 электрона вольта, уже возникает первый фотон. Сфокусировался и пошел лучом. Или пучком электромагнитных волн. Дальше, если мы будем поднимать энергию до уровня 0,511 мэла, миллиона электронов вольт, то можно создать условия закольцовки луча. То есть, если деформировать эфир электрическим полем, то он начнет преломлять луч с длиной волны Комптона, и рентгеновский фотон замыкается в кольцо и уже не может разомкнуться, потому что электрическое поле его постоянно преломляет, и он остается закольцованным. То есть, это модель электрона. И как только у меня появилась первая кольцевая модель электрона, дальше я взял просто сколько электронов в электронных оболочках, взял столько колец. И получилась электронная оболочка водорода, гелия, дальше неона, ну и вот 18-электронная и 32-электронная. Они внешними не бывают. То есть, получились все электронные оболочки атома смоделированы. Дальше удалось смоделировать аминокислоты и элементы ДНК, азотистые основания, и отправить конкурсный проект в Министерство науки. То есть, Министерство науки в 93-м году объявило конкурс научных проектов. И вот я туда отправил научное открытие. Голубенький столбец – это как раз научное открытие 3D-генетик-код или композиционный генетический код. Там, где третья буква триплета, управляет углом поворота аминокислотного остатка в белке. То есть, по этому коду можно получить трехмерную структуру белка. Сегодня мы посмотрим, как это получается на элементах, распечатанных на 3D-принтере. А здесь уже модель M-Drive, который был показан по телевизору первый раз в 92-м году. Давайте начнем тогда по порядку. Если уже говорить о белках, сейчас я принесу распечатанные модели на 3D-принтере, и мы посмотрим, как они выглядят, эти модели белков. Да, вы пока пишите вопросы. Так, значит, как там это включается-то? Итран. Ну-ка. А чем это видно? Ага, вот видно. Сейчас я принесу модели белков, и посмотрим, как они выглядят. Да, дорогие друзья, мы с вами видим, когда один человек генерит столько идей, столько предложений, столько решений, что несколько институтов не способны за ним угнаться. То есть требуется целое министерство, чтобы обслуживать одного такого, как Кушлев. Дорогие друзья. Но, возможно, оно того стоит. Венчурное посевное финансирование, оно потому так и называется, что даже если один вложенный рубль на тысячу рублей сработает, это окупит все вложения во все остальные институты. Нет, вот так. Давай, подключите. А зачем тебе? Ну, ладно, подпоказано. Масло. Так, сейчас я покажу вам технологию, как работают с моделями белков сегодня. Да, не слышно, это же воздух. То есть вот это вот распечатанная на 3D принтере модель аминокислотного остатка. Ее бы хорошо показать через линточку. Нет ли линточки? Вот очки будут работать или нет? Ну да, вот очки сработали. Да, она мелкая. Ну, так резко видно, да? Да, да, хорошо. Вот это, значит, модель состоит из... Это пептидная группа фактически смоделирована. То есть вот эта длинная часть – это СО, 4 электрона углерода и 6 электронов кислорода. А это, значит, группа азота и группа углерода. Вот. Значит, сначала было задумано, что программисты сделают программу, где можно будет собирать в виртуальном мире и быстро получать структуру белков. Но, значит, оказалось, что сделать интерактивную программу, чтобы постепенно собиралась, это программисты не смогли сделать за 20 лет. То есть сделали пока программу, которая просто сразу собирает по углам всю структуру. Вот. А так, чтобы по шагам никак не получается. Вот. И тогда я, значит, распечатывал много элементов на 3D принтере. Может, ближе к камере, да? Да, их хорошо уже видно. Вот. И у разных элементов, то есть они кажутся одинаковыми, но на самом деле там углы между вот этот угол, он немножко разный, там отличается на 5 градусов у соседних аминокислотных остатков моделей. Вот. И дальше я попытался делать, скажем, альфа-спираль белка. Вот она из одного цвета элементов. Значит, она получается в том случае, если угол между вот этими электронами ровно 90 градусов. То есть если угол другой, то уже альфа-спираль не получается. Это так называемый транспозиционный угол. То есть аминокислотный остаток, он имеет свойство, как вот локтевой сустав, он может гнуться. То есть когда он в ненапряженном состоянии, то из него хорошо собирается альфа-спираль. Но если мы хотим собрать другую структуру, например, там бета-спираль, то позиционные углы уже другие, а вот этот самый транспозиционный угол, то есть локтевой сустав, он опять в ненапряженном состоянии получается. То есть вот две спирали, они сделаны из ненапряженных аминокислотных остатков. А значит, если взять 3-10 спираль, где не 4 остатка на виток, а 3, то там же структура получается напряженная. Сейчас вот, кстати, я вам покажу, как они собираются. То есть их можно собирать винтиками, но руками это долго. А когда у вас есть дрель со тверточкой, то это делается за несколько секунд. И таким образом можно собирать крупные модели из большого числа аминокислотных остатков и получать довольно быстро и эффективно модели белков из десятков и даже сотен аминокислотных остатков. Но дальше, когда я сумел определить углы для альфа-спирали, для бета, для пи-спирали и для 3-10, после этого я уже ввел эту программу. И вы можете на форум зайти. Я вам сейчас дам ссылочку и даже покажу, как это туда заходит. И посмотреть, что получилось уже в автоматизированном варианте, когда сборка идет не вручную. Тут уже салют пошел. Видно сейчас опять форум? Значит, мы видим схему вторичной структуры. А сейчас я покажу, как работает онлайн-сервис. Вот. Значит, для этого нужно... Видно вас, форум не видно. А, меня видно, да? Так, хорошо, сейчас посмотрим. Так, а почему у меня было видно? Интересное кино. Может быть, надо вот так сделать? А сейчас видно? Нет, мы должны там нажать «Показать экран». Сейчас попробуем. Так. А, поделиться. Вот. А сейчас видно? Вот, сейчас видно. Вот, отлично. Значит, есть такая тема на форуме. Достаточно набрать «NanoWorld.org.ru». Вот. И там будет тема «Онлайн-сервис протеин-пикотехнологии». Вот. И сейчас уже продолжение этой темы, часть 2. Вот. И видно, как программа позволяет собирать модели белков уже не из десятков, а из тысяч аминокислотных остатков. Это уже из нескольких тысяч аминокислотных остатков модель гистонного комплекса, который имеет вид пятиконечной звезды. Сейчас обзорный отчет. Не надо углубляться глубоко в отдельную какую-то тему. Хорошо. Я просто завершу вот эту тему тем, что, когда модель замыкается через дисферфидный мостик, то вероятность случайного замыкания, она ничтожно мала. То есть, когда 6 фрагментов подряд замкнулись через дисферфидные мостики, то вероятность случайного замыкания 10 в минус 84 степени. Вот это значит, что пикотехнология надежно работает. То есть, просто гарантия, что она работает правильно. Хорошо. Ага, ну, значит, тогда мы пойдем к следующей теме, да? Вопросы. Давайте вопросы, может, почитаем? Нет, вопросы пока в чате, наверное, конструктивные. И на Ютубе тоже? Да. Хорошо, тогда давайте пойдем к следующей теме нашей новогодней трансляции. Так. Что? Почему не привело открытие? Да, значит, получается так, что, с одной стороны, открытие наномира привело к открытию кольцегранного микромира, вот, то есть, дальше пикотехнологии, в частности, белков. Причем, вот этот вот белок, который вы видите, модель белка тропонина С, был собран в 1992 году из 8000 пластмассовых колечек. То есть, уже тогда вручную я мог собирать модели крупных белков, которые имели правильную форму. вот, но дальше выяснилось, что, раз известно, какая структура эфира Фараде и Максвелла, вот, то, если обычные шестеренки могут приблизять, и энергия вращения может превращаться в колебания, то, значит, и шестеренки Максвелла можно заставить приблизять, чтобы получить из них энергию колебаний электромагнитных. Вот, ну и, значит, промежуточный этап – это было создание M-Drive, электромагнитного двигателя, который оттолкнулся от радиоэфира. Вот, как только двигатель был испытан, значит, уже стало ясно, что можно энергию добыть. Вот, и я переключился на добычу энергии, а двигателем заниматься бросил, потому что у него тяга была очень маленькая, типа несколько миллиграмм. Вот, но прошло 26 лет, и в НАСА аналогичный двигатель испытали, а сейчас уже китайцы испытали на околоземной орбите. Вот, и хотя сила у него маленькая, ну, а уже можно корректировать движение спутников без потери массы, потому что реактивной струи нет. А если удастся включить рубиновый источник энергии, вот, который, один элемент мы испытали в Дубне в 2011 году, вот, то тогда двигатель уже будет поднимать в тысячи раз больше своего веса, и можно будет делать летающие тарелки, и летать, вообще говоря, на браслетах. Вот, но так как оборонные заводы никак не могут подготовить стенды для того, чтобы включить рубиновый источник энергии, потому что там сейчас, грубо говоря, ситуация такая, что на работу, на велосипедах ездят. Вот, я придумал, значит, приобрести кристалл танталата калия, у которого очень низкие гиэлектрические потери, как рубина, и при этом пьезоэлектрические свойства, как у кварца. То есть, если сделать составной резонатор из танталата калия и рубина, то его можно включить ударом, прямо вот как вот на обряде Пасхи. Слышали, наверное, как светят яйца в обряде Пасхи? То есть, это просто имитация инопланетного включения источника энергии. Причем даже в том же обряде можно узнать, как его делать. То есть, его делают из порошка, который запекают, это вот сейчас называется порошковая технология, вот, изготовление керамики. Вот, и дальше его надо поляризовать, покрыть люминофором, вот, красить яйца, что такое, покрыть люминофором. Вот, и после этого ударом можно включить. Ну, естественно, что все это сделать с первого раза не так просто. Попробуйте с нуля сделать обычную пьезозажигалку. Практически ни у кого не получится, потому что это дело очень непростое. Вот, а здесь нужно не просто пьезозажигалку сделать, а микроволновую пьезозажигалку, то есть, чтобы от удара она начала работать на частоте близкой к микроволновой печи. Так, ну вот, значит, если у вас вопросы есть по источнику энергии и пикотехнологии, давайте их послушаем. А если нет, тогда следующая тема – возвращение молодости. Значит, если нет вопросов по пикотехнологии и микроволновой энергетике, и транспорту, тогда, значит, можем поговорить еще о возвращении молодости. Значит, вот здесь есть видеоролик, который недавно был опубликован на Ютубе. Ну, я не знаю, наверное, нет смысла его смотреть в трансляции. Ну, две минуты даже. Давайте посмотрим. Интересно, будет видно. Он может быть чужой и авторский. Что? Он может быть авторский, чужой, чужие авторские права. Да нет, это мой ролик. В 2010 году я подумал, и я предположил, что что-то у меня не идет, не идет. Что механизм старения можно отключить. Дело в том, что известные эксперименты, например, объединяли кровеносные системы старых и молодых лабораторных животных, и выяснилось, что старые не омолаживаются, а молодые ускоренностареют. Люди вообще давно заметили, что во время беременности женщины, они могут временно омолаживаться. И даже известно, что это связано с изменением гормонального фона. Но я предположил, что сигнал, который управляет изменением этого фона, вырабатывается эмбрионом и передается через кровь в виде микро-РНК в экзосомах. И попадая в гипоталамус в будущей матери, вызывает уже цепочку изменений гормонального фона, в результате чего женщина временно омолаживает. Но после беременности возраст возвращается на запрограммирование. Но мы же знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому если каждый день отключать механизм старения с сигналом, который передается через кровь, то всегда будет один и тот же возраст, неограниченное время. На мою гипотезу 2010 года удалось проверить сначала в экспериментах в Киеве, потом в Иерусалиме. И вот в прошлом году уже геонтологи из Эмиратов доказали, что биологический возраст зависит от микро-РНК, которые попадают в гипоталамус животного. Значит, наша задача всего лишь идентифицировать этот сигнал, то есть взять все сигналы, которые попадают из эмбриона в гипоталамус, прочистить их и выбрать из них только те сигналы, которые включают механизм старения. Чтобы это сделать, нужно объединить усилия пяти лабораторий. Это две лаборатории в России, одна на Украине, в Иерусалиме и в Эмиратах. Для реализации этого проекта мы ищем инвестора. Если вы заинтересованы, соберетесь с нами. Удалось посмотреть ролик и услышать что-то? Да, да, да. Но чтобы качественное изображение и звук был, можно просто по ссылочке на Ютубе, просто на Ютубе набрать «Возвращение молодости» кушаем. Или на форуме взять ссылочку. Или я могу ее здесь прямо дать. Сейчас попробую дать прямо здесь. Ну-ка. Ссылки в комментариях, в комментариях. Слушай, продолжайте, продолжайте. Что вы говорите? Отвлекайтесь, продолжайте. Ну, вообще интересно было бы услышать какие-то вопросы, потому что дальше, можно, конечно, и дальше идти. Значит, вот я ссылочку вам даю. Копируйте адрес ссылки и, наверное, ее в чат. Где там чат? Вот он. Ну, и в чате вы можете эту ссылочку на Ютуб еще разместить. Это вот ссылка по весной молодости, этот ролик. Ну, неужели никаких вопросов не возникает для кого? Ну, все пьют и с бокалом смотрят, что там кушают, говорят. Ну, если вопросов нет, то идем дальше. Дальше у нас маленькое научное открытие, которое позволяет сделать новую модель 3D принтера. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Новое поколение 3D принтеров. Вот, которое будет иметь очень мало деталей. То есть, вот, вы видите сейчас на экране, видно вообще, да? Да, да. Некий уголок, под которым под отверстиями находятся рубиновые шарики. Вот эти рубиновые шарики, они могут скользить по стеклу с очень маленьким трением. Вот. На таких направляющих, достаточных 3 направляющих, вот, и на третинкулярных стеклах получается 3D принтер, который имеет всего только вот три двигателя подачи, один двигатель, четвертый, это подача филамента, который вот, пластмасса. Вот. И, в общем-то, все. То есть, три стекла, три двигателя и, это самое, девять рубиновых шариков по доллару. И весь 3D принтер. И при этом у него точность будет даже выше, чем у обычного, потому что стекло его легко делать очень ровным по сравнению с металлическими направляющими. Вот. Так что, вот, кому интересно запустить в производство новое поколение 3D принтеров, обращайтесь. Ну и, наконец, еще хотел вам сказать, что... Вопросы есть по 3D принтеру-то? Ну, мало кто представляет, как это работает, Александр Юрьевич, поэтому ваше предложение, оно, ну, вы озвучили его, но как это все работает, слабо понятно, поэтому вопросов нет. Можно по направляющим, которые рельсы двигать, скажем так, головку принтера. Вот. А можно двигать вдоль поверхности стекла на рубиновых шариках. Вот. И второй вариант, он получается очень простой, потому что всего три стекла нужны, девять рубиновых шариков, а все остальное, все остальные детали 3D принтера можно просто исключить. Чем лучше, чем... А он получается в два раза дешевле, чем обычный, потому что там детали всего четыре двигателя и девять этих самых рубиновых шариков, еще там десяток вспомогательных деталей, то есть очень мало деталей по сравнению с обычным. Ну, ладно, значит, если вопросов по 3D принтеру нету, тогда можно еще сказать о том, что вот Ярослав Петрович говорил, что хорошо бы повторить эксперимент 92-го года. А я отвечаю, что я готов повторить любой эксперимент с любой моделью M-Drive, потому что я их провел-то не один. В 92-м году я провел серию из 40 экспериментов. То есть вот слева вы видите M-Drive первой модели, а справа, который вот в такой бутылочке из-под Pepsi, вот это уже другая модель M-Drive. А в 2001 году, все еще до Роджер-Шайер, у меня была еще модель уголковый двигатель, который модель показана, стрелочки показывают электрические поля, так называемый шеврон, как вот на военной форме погоны. То есть вот эти погоны, они на самом деле изображают двигатели. То есть на этих двигателях, если их правильно сделать, можно будет летать. Вот, так вот, значит, любой эксперимент, и вот всю серию из 40 экспериментов 92-го года я могу, конечно, повторить, если кому-то это интересно. Но для этого желательно, чтобы человек подтвердил серьезность намерений, потому что просто так работать – это неинтересно. Тем более я считаю эту работу бессмысленной, потому что подтверждение экспериментов, оно ценится, если оно сделано в независимой лаборатории. А если тот же автор делает тот же эксперимент, то как бы это нулевой эффект для науки. А подтверждение в других лабораториях, оно как раз имеется. То есть в НАСА в 2014 году провели эксперимент с M-Drive и опубликовали отчет. Значит, его очень легко найти, для этого надо зайти в Google. Александр Юрьевич, кто видел ваши эксперименты? Где результаты экспериментов? Где протоколы? Мы выполнили в обычной статье. Значит, эту статью может увидеть каждый. Опыт – это не статья. Точнее, статья – это не опыт. Дело в том, что статья, она является доказательством, что эксперимент был. А дальше… Попоколы, испытаний нет. А дело в том, что в статье там описаны технологии. И его можно повторить. И в НАСА сделано по той же технологии. Мы не знаем. Как не знаем? Сейчас я вам покажу отчет НАСА, и вы увидите там та же технология. В Google надо набрать такую фразу. Вот, и выходит на первой странице, первая ссылка, вот, рассылку лаборатории «Надмир», где показан им драйв, и показана ступа бабы-яги. Ну, в общем-то, видно, что это одна и та же форма. А дальше показано, что эта форма проходила и в фильме «Кинзадза». И если Роджер Шайер начал работать в 2002 году, китайцы в 2012, а нас в 2014, то моя научная статья, была опубликована в 2000 году, а эксперимент проведен в 1992. Значит, по названию статьи ее тоже можно найти в оригинальном журнале, журнала «Аэрокрафт инженеринг». То есть это доказательство того, что эксперимент был проведен именно в те, не позднее 2000 года. На самом деле, в 1992 году, и это тоже можно понять по статьям в газетах, телевизионным передачам, потому что телевизионные программы-то, они же в архивах сохранились, их на Ютубе можно посмотреть. Передача «Технодром», она, правда, вышла уже в 1994 году, но все равно это далеко до Роджера Шайера. Вот, так что, значит, подтверждение в независимых лабораториях США и Китая, оно действительно имеет научное значение, потому что это независимая лаборатория, и это значит, что открытие действительно подтверждено. Вот, если я проведу повторный эксперимент, то это для науки ничего не значит. Но если кому-то из инвесторов хочется убедиться, что я умею проводить такие эксперименты, и что будет тот самый результат, который опубликован вот в этой статье научной, не проблема. То есть для этого нужны, правда, условия. Кто-то признал ваше открытие? Где можно почитать о признании вашего открытия? Ну, дело в том, что признание открытия – это уже совсем другое дело, потому что если, например, НАСА опубликовало отчет, то это независимое подтверждение, а это и есть признание. Другое дело, что они мою фамилию могут не упомянуть. Вот где зафиксировано, что кушали? Это зафиксировано в научной статье. То есть статья-то, она же датирована, а научное открытие, оно числится по первой публикации. Поэтому если вы... НАСА не ссылается на ваше научное открытие? А это уже их проблема, потому что открытие-то опубликовано в этом журнале, и там стоит дата. То есть это дата публикации 2000-й год. А НАСА опубликовало свое отчет в 2014-м, то есть на 14 лет позже, чем вот эта публикация. И то, что они ее не видели и на нее не ссылаются, это уже их проблема. Потому что публикация-то она есть. Нет, но сейчас, помимо вас, никто более эту версию не поддерживает. Какую? Ну что, американская статья вот эта подтверждает ваше открытие? Это как-то... Помните, как называются американские двигатели? Он называется Microwave Engine или M-Drive. Моя статья называется Microwave Engine. То есть Microwave Engine и M-Drive – это одно и то же. То есть если вы наберете в Google Microwave Engine, вам покажется ведро Роджера Шайера. Потому что это так и называется, Microwave Engine. Ну и у меня статья так называется, но дата-то моя другая. То есть другими словами, никто эксперимента не видел. Существует некая статья, в которой присутствует похожая аббревиатура слов и букв. Дело в том, что эксперимент записан на видео, показан по телевизору и копии выложены на YouTube. Поэтому здесь об этом даже речи быть не может. Потому что телевизионные передачи-то, они же являются доказательством. Но вы же сами говорили, что там режиссер попросил подтолкнуть конструкцию для видимого эффекта. Ну, на самом деле это, конечно, шутка. Потому что под напряжением 15 кВт, если вы подтолкнете двигатель, то вы понимаете, что будет, да? Вас просто убьет током. Зачем тиражировать такие шутки? Ну, мне же интересна была ваша реакция. Потому что вы же, это самое, все время говорите, что вы... Это вы не мне сказали, это вы людям там в интернете мне что-то сказали. Да, мы разбираемся. Физики, я и проверил, как они разбираются. Они это дело заглотнули, значит, никак они не разбираются. Если они думают, что можно подтолкнуть 15 кВт рукой, ну что это такое? Так при чем тут это? Там, может быть, не было никаких 15 кВт? Это же кино. А вы видео-то видели? Пробой-то видели длиной полтора сантиметра? Это и есть 15 кВт. То есть 10 кВт на сантиметр пробой. То есть там реально 15 кВт на видео записано. Длина искры определяет величину пробойного напряжения. Ну, смотрите, это же гипотезы. Проверок же в вакууме не было. Да, что за гипотезы? Это эксперимент. А, зачем в вакууме, если у нас герметичная камера? Дело в том, что там важно, чтобы... Ветер никто не отменял. Для этого достаточно герметичной камеры, потому что из герметичной камеры ветер не выходит. А герметичная камера висит на крутильных весах. Понимаете, да? Видео. Давайте посмотрим видео. Вот, кстати... Давайте посмотрим видео, отлично. Вот он эксперимент с двигателем. Сегодня, 5 декабря, тесница 92-го года. О, 92-й год. Эксперимент после бора камеры. Включаем высокую прижимие. Рассказывайте, что там происходит. Там сейчас крутится шестеренка Тесла, которая будет прерывать высокое напряжение, для того, чтобы увеличить силу тяги. Вот. Ну вот уже двигатель начал работать. Это значит, что высокое напряжение уже прерывает шестеренкой. И сейчас мы это увидим в окошко. Там есть окошко, которое с решеткой. И вот через это окошко с решеткой мы сейчас увидим разряд электрический внутри этой герметичной и заэкранированные камеры. То есть это вот как микроволновка. Там внутри... Это вот снаружи фольга, а потом еще полиэтилен. Вот. То есть это все... Ага, вот пошло, пошло. Это уже пошли разряды через шестеренку Тесла. Вот. Сила тяги направлена направо. Двигатель сейчас будет разгонять... Ну, смысл... Видите, он крутит камеру. Да, но в ваших комментариях вообще не было непонятно, что происходит. Да, да. Сейчас мы увидим в окошке разряд. То есть вот двигатель разгоняется, и мы сейчас увидим разряд через шестеренку Тесла. Вот. Сейчас мы увидим грань, где прорезано окошко и сделана решетка. Следующая грань будет с окошком. Вот, смотрите внимательно. Сейчас будет видно. Вот оно, окошко. Вот там виден разряд и шестеренку Тесла. Вот. То есть двигатель разогнался. Да, дорогие друзья, через столетия, тысячелетия, когда звездолеты будут покорять космическое пространство, будут показывать современникам вот эти архивные видео и говорить, что межпланетарные звездные перелеты начинались вот с таких вот неказистых, примитивных опытов, домашних опытов, единиц, которые двигают цивилизацию вперед. Единицы, которые отстали от своих братьев, планетарных, геологов, разведчиков, почему-то судьба бросила на планете, они пытаются вырваться и вернуться к своим. Вот как это сделать, можно прочитать в конструктивно-фантастическом рассказе о кругосветной путешествии под Шевангелом. Сейчас двигатель закрутил пружину крутильных весов, пройдя больше оборота, и уравновесил пружину. То есть пружина закрутилась, его уравновесила силу тяги. И силу тяги при этом оказалась в 15 миллиграмм. Сейчас я отключу высокое напряжение, и пружина начнет раскручивать двигатель обратно. То есть сейчас двигатель закрутил пружину до уровня 15 миллиграмм, и как только я отключил высокое напряжение, пружина начинает возвращать двигатель в первоначальное положение. Обратите внимание, что двигатель сделал больше целого оборота. То есть вот этот вот перед нами проходит грузик, в качестве которого используется батарейка на 4,5 вольта. От нее там крутится шестеренка Теслы. То есть за счет прерывания высокого напряжения с шестеренкой Теслы сила тяги увеличилась на порядок. То есть без прерывания она получалась 1,5 миллиграмма, а с прерыванием 15 миллиграмм. Ну и сам сигнал еще импульсный, то есть это от строчного от строчного трансформатора телевизора 15 киловольт импульс следует 16 тысяч раз в секунду. Вот, сейчас видите, половина половина оборота раскрутилась. Вот у нас это окошко проходит. В этом окошке ничего не видно, потому что высокое напряжение снято, и разрядах нет. Двигатель возвращается обратно пружиной. Вот, то есть вот уже половина оборота прокрутились крутильные весы, и сейчас они пройдут еще больше, чем половина оборота, то есть больше целого оборота. Поэтому это зачем было сделано? Чтобы была гарантия, что магнитное поле Земли тут ни при чем, потому что когда у вас больше одного оборота, то это значит, что энергия по замкнутому циклу в магнитном поле равна нулю. То есть магнитное поле Земли здесь уже ничего не может сделать. Оно может только на половине оборота работать. Вот друзик возвращается в поле видимости. то есть когда двигатель включается, он закручивает более чем на оборот крутильные весы, а когда высокое напряжение снимается, то пружина возвращает двигатель обратно. Вот так сопротивление воздуха приличное, то видите, когда уже сила маленькая, там, несколько миллиграмм, то уже пружина не тянет. То есть вот это положение близко к равновесию. Да, вот все, это положение равновесие. Александр Юрьевич, вот Александр Ширгин из Санкт-Петербурга пишет, говорит, что-то надо менять, Александр Юрьевич Кушлеву, иначе так до конца жизни не будет рассказывать, что он первооткрыватель М-Драйва. Ну, как, можно просто сделать рубиновый М-Драйв, точнее, включить. Вот, кстати, вот рубиновый М-Драйв, сейчас я вам покажу крупным планом. Вот, он в той же рассылке, которая называется запатентуем с супу Бабы-Яги. Вот, значит, рубиновая шестеренка, которую, если мы ее включим, то она поднимет в тысячу раз больше всего веса. Вот, но, чтобы ее включить, либо нужный импульсный магнетрон, но вы видите, что оборонные заводы, они очень медленно работают. Поэтому есть предложение приобрести кристалл танталата калия, сделать из него рубин-птезокерамический резонатор и включить прямо на кухне в присутствии инвесторов. Кстати, очень даже неплохое шоу может получиться. инвесторов только нету. Ну, если есть желающие поприсутствовать на эксперименте, то вот они могут и стать инвесторами. Да все на халяву хотят. Ну, на халяву тогда долго ждать, потому что как бы халява быстро не бывает. А тысячелетия ждут уже, еще подождут, так что ничего страшного. Поэтому я и говорю, что это нужно только вам, Александр Юрьевич. Да. Это удел изобретателя. Изобретатель только может свое детище продвигать. Ну, подождите, ведь у меня же есть инвесторы, правда, немного и не очень крупных, но может быть просто надо найти покрупнее и побольше. Ну, вы 20 лет этим уже занимаетесь. Но я же сам инвесторов не ищу, я же не это самое менеджер, поэтому... Ну, зачем вы самым обманом занимаетесь? А кто вам еще? У вас что, агент, что ли, бегает, который вам приносит клиентов, что ли, приводит? Ну, что вы обманом занимаетесь? Менеджер, вот, например, главный менеджер был Ярослав Петрович. Вы еще главный менеджер или нет? Вот. Вы нашли не одного. Я продистанцировался, объяснив, что малая адекватность подопечного, ученого, не позволяет мне далее выполнять функции главного менеджера. Ученый считает, что он самый лучший менеджер, пусть ему и будет, а мы будем заниматься продвижением иных благородных, благодарных ученых. во-первых, вы меня успели уже продвинуть так, что нашлись несколько инвесторов. Вы же помните, что вы нашли не одного инвестора. Вот. И эти инвесторы, они до сих пор некоторые участвуют в финансировании и проявляют активность. Вот. Но вам удалось найти не очень крупных инвесторов, и не очень много. Вот. А сейчас, может быть, другие менеджеры найдут покрупнее и побольше. И тогда все пойдет быстро. Ну, можете эту морковку рисовать для новых менеджеров? Ну, менеджеры работают. Вот, например, Татьяна Рясина работает. Она уже нашла, например, одного из инвесторов, который... Я понял. Пусть тогда 28 тысяч, которые на отопление вам давали, могут возвернуть. Если все так хорошо с поиском инвесторов, мы только за. Пока все очень хорошо. Если у лаборатории Александра Юрьевича Кушелева будет много инвесторов и полноводных инвесторов, мы только будем приветствовать это дело и радоваться. Конечно. Насчет адекватности я же вам говорил, что по канонам науки повторение эксперимента автором оно не ценится. Поэтому тут адекватности того, кто азов науки не знает. Вот Феникс, смотрите, вот пишут, круто Кушелев обвинил Ярослава в том, что тот мало сделал. Я говорил, что мало, я говорил, что нашел инвесторов, но не очень крупных и не очень много. Но это не значит, что мало, потому что если бы Ярослав не нашел инвесторов, то лаборатории на Мир Божий бы не было. А так, видите, еще как-то существует. вклад глобальной волны. Смотрите, надо напомнить, что Александр Юрьевич пропагандировал изначально и прописывал, что каждый инвестор получает прям профессионально от вложенного вклада денежного или иного. я считаю, что глобальная волна, устроив, обеспечив проведение эксперимента на ускорителе, уже обеспечила безбедное существование всем потомкам на всю оставшуюся жизнь. Я бы даже сказал, что это фундаментальный вклад, который никак не может обесцениваться. То есть без эксперимента в Дубне вообще инвесторы могли бы и не заинтересоваться в лаборатории на уме, потому что когда уже элемент источник энергии засветился в Дубне, тогда уже у некоторых инвесторов появился интерес. А до этого они просто годами слушали, ждали и ничего не делали. Ну, работайте. Он не засветился, там были фрагменты свечения, которые непонятно как интерпретировать. Не, ну как, дело в том, что специалисты из Дубны, они же сразу провели повторный эксперимент, первый эксперимент был в феврале, а в мае они провели повторный эксперимент с макросъемкой и убедились, что светится именно зона, эквивалентарная зона резонанса шепчущей галереи. Вот, поэтому они сказали, что да, все отлично, давай неси комплект резонаторов, будем включать. Ну вот, и я принес, до сих пор в Дубне лежит этот комплект резонаторов. Вот, но ускоритель так они не смогли запустить. то есть он два раза запускался, один раз шумел, шум, он не конкурентный сигнал, нельзя на какую-то частоту настроить, там просто все частоты сразу. Вот, а в другой раз они пытались включать ускоритель, им просто вообще сказали, не, ребята, вы здесь, у нас ядерный город, хватит заниматься электромагнитной техникой, давайте займемся ядерной. Им просто не дают включить ускоритель сейчас. Именно вот этот ускоритель, я не говорю про все ускорители Дубны, а именно вот эти группы. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, ну вот президент говорит, что вам надо, Александр Юрьевич, ускоритель надо, чтобы там включили, хорошо, какие параметры, и вам этого будет достаточно, то есть согласование на допуск на ускоритель это единственное, что вам требуется? Да вообще говоря, ускоритель это уже не нужно, потому что на оборонном заводе смогли засветить дважды рубиновый шарик от импульсного магнетрона на мощности всего 7 кВт. Но дело в том, что на этом заводе сейчас не могут подготовить стенд, потому что там нет специалиста, который может его включить, то есть нужно специалистов подготовить. Естественно, специалистов нет, пока будем готовить специалисты, предприятие развалится, и так по кругу будем ходить. Предприятие, оно уже давно развалилось, но магнетрон еще цел. Как вы забалтываете тему, я говорю, вот есть выход на президента, нужен ускоритель, говорит, не, уже и ускоритель не нужен, оказывается, специалисты надо готовить. Нет, дело в том, что если президент поможет быстренько найти специалиста, тогда все пойдет хорошо. Как отличить психа от непсиха? Как вот понять, вот изобретатель тот или иной, который говорит, американцы не были на Луне, летающие тарелки можно создать, как отличить адекватного от неадекватного? Где тот критерий? Дело в том, что если вы не можете проверить экспертизу, я, например, лично провел экспертизу полета ракеты. У вас нету сертификата на проведение экспертиз. Вы можете что угодно экспертировать, но у вас сертификата нету. И мнение ваше, оно не экспертно. Вы можете привлечь сертифицированных экспертов и показать им мои результаты и пусть они выскажут свое мнение. Потому что я же оперирую фактами, а факты они в этих в печатях не нуждаются. Понимаете, факты, они есть факты. Я беру киноленту 69-го года и показываю. Видите, вот по этим кадрам видно, что ракеты поднимаются только до 14 километров. Там дальше падает в океан. И пусть эксперты скажут да, нет, если нет, пусть попытаются доказать, что она не падает, а летит дальше. Там на кинохронике видно, что никакой отделения ступеней нет. Ракеты поднимаются, пороховые вспышки, и дальше она падает. Все. То есть, это просто фокус 69-го года. Дорогой фокус. А без ракеты на Луну не ходят. Ну, а как отличить? Это же, естественно, нужно определенное знание, потому что, если вы просчитать не умеете, тогда вас легко обвести, как вот бороться. вопрос, какое количество других людей, экспертов, сказали, да, вот мы эксперты, изучили версию Кушелева, подтверждаем, мы скорее склоняемся к этому, и так далее. Есть вот это вот портфолио? Ну, вы же понимаете, что в науке большинством голосов вопросы вообще не решаются. То есть, это же не подсобрание. Тогда получается, что определить псих от непсиха у нас нету никаких критериев. Ну, если у вас недостаточно возможностей, то вы не сможете отличить нормальному человеку от психа. Даже в... пока, другим экспертам, пусть другие эксперты побеседуют. Ну, только приглашайте на форум лаборатории на номер. Не, вы навязываете свои вещи. Я возвращаюсь к Роскосмосу. Вы говорите, не хотите повторять труды там и так далее. Я же вам объяснял, что люди в Роскосмосе хотят убедиться в адекватности человека. Человек готов повторить опыт, он его повторит, и с ним можно двигаться дальше. А если он начинает рассказывать, вы идите у американцев, там посмотрите, у китайцев, но ясно, что у человека с психикой, но что-то не так. Он может быть действительно первооткрыватель вот этого открытия драйва, может быть. с ним дальше тесно получать бюджеты, вписывать какие-то госпрограммы и так далее. Нельзя. Надо искать такого же сумасшедшего инвестора, который вот так вот обалды будет финансировать Александра Юрьевича десятилетиями, ничего в ответ не требовать, ну и так далее. Не, Ярослав Терев, здесь ситуация другая. Если в Роскосмосе есть люди, которые знакомы с глазами научного подхода, то они понимают, что независимое подтверждение ценится, а повторение авторам оно не ценится. Бред какой-то. Вы понимаете, я перед Рогозиным младшим выступал, и вы меня сейчас поучаете, как мне что-то надо поучать других мандеров. У вас голова поехала. Еще раз вам говорю, я ездил на технодоктрину в Крым, и перед младшим Рогозиным выступал с донесением до него ваших идей. Я это выполнил, сделал. Когда вас попросили сделать опыт в институте, вы показали большой болт и сказали, платите бабки, пришлите машину, пусть мне позвонят и да пусть подтвердят, да кто они такие, буду я сейчас тут еще размениваться. Я сказал, что я готов приехать, но у меня просто нет физических возможностей, у меня нет денег чтобы доехать. Я говорю, не болеть дурака, это я уже сколько времени прошло, дорога ложка к обеду, когда предлагали и машину присылали, все присылали. А я же соглашался. Ну что ты дурака валяешься, соглашался, если согласился, то машина с тобой приехала. Ну машину же вы не прислали, вы только сказали, что пришлюте, а не прислали. Я же сказал, что если пришлют машину, конечно я поеду. А вы сказали, да, да, и не поеду. Александр Юрьевич, я вот почему веду речь о твоей психической слабой вменяемости, потому что я тебе говорил, что готова прислать машину, ты начал ломаться как девочка, пусть они мне позвонят. Не, ну если, если вы, интересно, то что-то напишет, я тебе в конце, в конце сказал, да пошел ты кушали. Не, как я могу узнать, что они заинтересованы, что они должны с тобой пообщаться. Я тебе говорю, я же согласовываю, ты сейчас начинаешь что-то рассказывать, чушь. Я тебе под запись сейчас говорю, что встречу же я согласовывал. Тебя в МИФИ должны были... А вы согласовываете, вы не знаете научных моментов эксперимента. Надо же обсудить. Пока не валяй, Александр Юрьевич, я тебе говорю, что моя задача была тебя встретить с ректором вуза. Я отправил лабораторию для проведения опытов. Я тебя все это делал, проинформировал десятки раз. Нет, я раз вопрос, вы сказали, что надо проводить эксперимент, но я говорил, что надо сначала обсудить, как проводить эксперимент. Нельзя же его просто приехать сходу, вытащить из кармана эти самые трубочки. Вот я тебе говорю, что в психиатрии твоя в чем заключается? За тобой присылали машину, чтобы это дело обсудить. Ты начал валять дурака, что не надо никуда ехать, пусть они мне позвонят, мы предварительно обсудим. Нет, я говорил, что я могу... Ну что ты болтаешь? Было или нет? Я говорил, что сначала имеет смысл поговорить, а потом уже ехать. А я тебе говорю, зачем говорить, когда вас ждут, и моя задача, чтобы тебя посадили и лично привезли? Я согласился на этот вариант. Нет, ты не согласился. Александр Юрьевич, ты попросил миллион долларов, ну и так далее. Ничего я не просил миллион долларов, это вы придумываете. Слушай, я тебе говорю, ты дурака-то не строй, я же не интересован, чтобы ты доехал. Раз ты не доехал. Вы опять меня не поняли. Слушай, если я тебя не понял, а что ты сам себя не понял? Почему ты меня тогда не тормошил, что почему я тебя не везу? Что ты дурака-то валяешь? Потому что я не знаю, что вы хотите. Вот вычисли, вы сказали, вы согласны, правительство, привет, я сказал, давай. Давай на тему не прыгаем. Это на форуме там дуракам своими вешай на уши. Ну вы же говорите, да, да, да. А вы... Подговор идет про Роскосмос. Про Роскосмос. Это подставать тебя, я вообще не ожидал. Про их сити уж проехали, где ты подвал требовал, бункер, там прямой эфир. Это просто шизау. Я не требовал, это вы придумали. Все записано на видео, Александр Юрьевич. Там было записано совсем другое. Вы сказали, что нужно для безопасности, я сказал, но я не сказал, что я... Давай клоунаду вот эту отставим в сторону. Был задан вопрос, я поясняю, почему инвесторы с тобой рано или поздно отказываются сотрудничать. Вот сейчас я людям прояснил, что люди на высоком уровне заинтересовались, понимая, что большая часть сумасшедших в этой области, но из уважения к глобальной волне предложили алгоритм. Мы присылаем машину, мы беседуем, обсуждаем, на личные встречи возможность экспериментов. На что Кушлев сказал, вы мне платите, потому что я же время потрачу свое, а мне кормить семью надо. Я отлично... что и кормить семью нечем, и опыт не сделан, и с Роскосмосом контакт утерян. Я от личной встречи не отказывался, вы мне не предписываете. Ладно. Ладно, что дальше делать? Какая дальше результаты? с вами будет. Но я могу еще раз повторить, что я согласен провести любой эксперимент, если действительно кто-то в этом заинтересован. Но у меня возможности ограничены, надо это учитывать. То есть, если от меня требуется инвестирование эксперимента, то я это не могу, я не инвестор. Понимаете, Ярослав Теревш, вы, скажем так, кушаешь не инвестор, значит, он отказывается провести эксперимент. Ну, не инвестор я. Нет у меня денег, чтобы доехать, нет у меня денег, чтобы организовать помещение, разместить аппаратуру. Нет у аппаратуры этой. Понимаете? А вы постоянно меня пытаетесь превратить в инвестора, а я не инвестор. У меня нет физической возможности инвестировать эксперимент, который кому-то интересен. объясняю, Александр Юрьевич. Значит, речь шла о том, что вас приглашают в институт, на кафедру, вы поясняете суть эксперимента, и студенты, я же вам все это объяснял, что студенты на кафедре под вашим научным руководством готовят этот эксперимент. Я тогда согласился и сейчас согласен. Вот, этой истории, этой истории уже три года. сейчас, по прошествии лет, вы будете врать и изворачиваться, но по факту, по факту, три года прошли, и вместо того, чтобы уже давным-давно взаимодействовать с официальными профильными институтами, вы с пеной рта в интернете доказываете, что вы первооткрыватель лим-драйва. В надежду найдутся инвесторы-дурачки, которые проинвестируют в вас денег. Я не отказывался ни от личности, ни доехать, ничего, я не отказывался. Не надо мне приписать. Я готов ехать, пожалуйста, вы же сказали, я пришлю в машину, давайте, пришлите, я поеду. Вот сейчас вы отказывали, а раньше машину не слали, потому что вы всегда ставили условия. От встречи я никогда не отказывался. Отказывались? Я по встрече я не отказывался никогда, ни разу не было. uvисторы-дуст Я тогда сказал, да, я согласен. Кто дурах-то? вы осознаете, что происходит. Три года тому назад вам предложили встречу от Роскосмоса. Я согласился на встречу. Прошло, а вы все сопли жуете. Я-то согласился. Отказываете, как плохо живется. Я-то согласился. Нет, вы отказались. Нет, я не отказывался. Я вот сейчас соглашаюсь, а вы мне говорите, что я отказываюсь. Но вы просто мои слова переворачиваете. Сейчас вы отказывались, то есть соглашаетесь, потому что я вам сказал, что поезд ушел, Александр Юрьевич. Я тогда тоже согласился. Но вы машину не прислали. А вы три года дурачок такой сидели и ждали, машины нет. Я даже не могу выйти на улицу, у меня обуви нет зимней. Ну ладно, история началась про бомжа Кушали, уже скучно слушать. Вы меня все время пытаетесь сделать инвестором. Я не вожусь. Я подвожу отчет года, дорогие друзья, что Кушали у Александра Юрьевича многие идут на встречу. И рано или поздно возникает, что Кушаров начинает вот так вот туда-сюда. А я сажусь. Акционерным капиталом, инвесторским капиталом, который надо подтвердить, иначе лаборатории развалятся. Это же вообще отдельный цирк, который был в середине года. Но это ладно. Что по науке, Александр Юрьевич? Значит, М-драйв, эликсир вечной молодости. Экотехнологии – это уже готовые технологии. Экотехнологии вы уже рассказали. Да, нужно просто клиентов, которые будут за счет лаборатории «Наномир» пробные белки получать. И когда они увидят, что это хорошо, это в тысячу раз точнее рентгена, и в миллиарды раз быстрее, они уже начнут заказывать коммерческие заказы. Ну а что мы видим по факту, что по прошествии многих лет вы вышли на людей, которые занимаются этой тематикой. Кто-то уже пробные вещи заказывает, но… Ну, конечно, пожалуйста. А? Если бы нужно. Вот было два заказа, значит, из Новосибирска. Они сразу сказали, что денег у нас нет, но нам нужны ваши данные. Я им отправил, они поблагодарили на форуме. Из Испании один раз заказали пробные белки, я им послал, а у них там кризис, и развалилась фирма. Ну вот. А больше никто не заказывает пока. Ну вот, больше никто не заказывает, и как бы вы не кричали бы, что это так здорово, это так инновационно, тыр-тыр-тыр-тыр. А заказов-то нет? Работа менеджеров, найти заказы. Я же не менеджер. Вы меня то хотите сделать инвестором, то менеджером. Я ни тот, ни другой. Я ничего не хочу. Я вам говорю, что я как менеджер говорю, что с вами утопично работать менеджером. Я поработал и понял вашу, ну, вот, малую адекватность и вменяемость. Смотрите, мы же когда в X-City шли, я вас перед тем, как тратить время на ваш приезд в X-City, говорю, вы видео увидели X-City? Вы говорите, я все видел. Я говорю, производственных возможностей, чтобы запустить ваши рубиновые изделия, достаточно? Вы сказали, да. Я сказал, если будет магнетрон. Какой магнетрон? И они сказали, что да, мы купим. Где вы видели магнетрон? X-City никогда не говорил, что они купят магнетрон. Говорили. X-City не говорили. И даже мы ездили на этот самый, на рынок, радиорынок, и смотрели измерительный прибор, который стоит 850 тысяч рублей. Они думали, купить или нет. Но у них денег тогда не было, они его не купили. Но зато оплатили ремонт другого прибора. Я им сейчас пользуюсь. То есть 15 тысяч рублей на ремонт они нашли. А вот 850 тысяч на новый прибор у них не нашлось. Так, ну вот Юрий Николаевич Иванов просит ссылку на вход в линейку. Возможно, сейчас подключится Иванов Юрий Николаевич и что-то добавит. Но мы видим, что никто Александр Юрьевич не поддерживает. Нету экспертов, кроме ссылок на неких ученых, которые работают на ускорителе. Больше никто не поддерживает. В научном сообществе единственный, кто поддерживает Кушев Александр Юрьевич, это, наверное, Шестопалов Анатолий Васильевич, который более 10 лет тому назад и сделал мне наводку. Я, Слава Петрович, а что, мало, что меня поддерживают люди из Дубны с мировыми именами. Вам нужно, чтобы меня поддерживал весь мир? Это смешно. Еще раз, Александр Юрьевич, поскольку я был в том кафе и видел, о чем говорят люди и как это все происходило, я вижу и знаю, что там происходит. А вы видели, что я после этого лет 5 ездил в Дубну, возил туда все новые резонаторы и там готовили все новые эксперименты, в том числе на магнетроне, не только на ускорителе. Я могу вам свидетельствовать, что у меня есть обратная связь, что ролики на канале «Глобальная волна» смотрят практически по всему миру. Очень узкий сегмент людей, которые отслеживают семинары по холодному ядерному синтезу, по трансмутации, по всему такому передовому. Это мне руководители семинара рассказывают. Я, это лично я, не получаю эти сигналы. Мне руководители семинаров рассказывают, что им с разных точек планеты пишут, благодарят, что они следят за событиями, что происходит там и так далее. И люди друг с другом связываются. Я могу сейчас фиксировать, что присутствует более 20 лет в инфопространстве, ну с 91 года Александр Юрьевич фактически в сети так более-менее широко известен благодаря телевидению и так далее. Я вижу, что никакой научный коллектив не присоединился. Идет разговор о каких-то вот закрытых военных предприятиях, где магнетрон есть, что-то там запустили. Но вот денег нет на магнетрон, то ли на специалисты, то ли еще на чего-то. А больше в стране нету предприятий. А больше в стране нету специалистов. А импульсные магнетроны еще можно по пальцам пересчитать в России. Я вам даже скажу, где. Фазотрон, Плутон, Дубна и эта самая Черноголовка. Вот четыре места, где, вы знаете, есть магнетроны. Все, дальше... Ну а что, а инженер, который вам помогал с Плутона или откуда-то, он крайне недоволен вами, что у вас математической модели нету, описаний проекта нету, ничего нету. Так, на словах, выдумка. Мы уже были в Дубне, вы видели, что к математической модели там относятся очень даже так, потому что, если у вас есть эксперимент, то вам уже теория не нужна, потому что эксперимент уже, понимаете, уже свечение. То есть, по модели нет свечения, а оно в эксперименте нет. То есть, они говорят, не должно светиться, оно засветилось. Ух ты. У вас нету этих людей, которые вещают от имени Дубны. Пока это все ваши сказки. Ярослав Петрович, мы же из вашей студии беседовали со специалистом из Дубны, вы же его голос помните. Из вашей... Попросил удалить его интервью и нигде его голос не светить. Ну, естественно, потому что зачем ему нужны неприятности от всяких бармоней. Ну, а я думаю, что чуть иначе, что вам одно, а официально другое. Официально, естественно. Как-то же хочет неприятности. Вот приехали, получается, что в вашу поддержку нет ни одного официального подтверждения. Правильно. Официально и не будет. Да что значит правильно? Соответственно, вы менеджерам говорите, друзья, я не признанный, меня никто не признает, но вы бегите, тратьте свое время, время своей жизни, пропихивайте меня, создавайте в новой ниши. Ярослав Петрович, вы же читали письмо Кеннесса с Нейсона, ему физики с мировыми именами прямо сказали, что мы вас, конечно, поддерживаем неофициально, официально мы никогда этого не сделаем, потому что мы боимся потерять работу. Это во всем, во всех странах, так не только в России. Ну, как тогда отличить психа от непсиха, если вы не готовы предоставить ни одного эксперта вашу поддержку-то? Ярослав Петрович, значит, вот если вы хотите отличать, скажем, психа от непсиха на примере Коперника, то по всем вашим данным Коперник псих. Его же официально не признавали, его прокляли, значит, псих. Нет, у вас свобода выбора, я вам говорю, тыкните мне пасем одного официального, где почитать официальное заключение на вашей работе. Ну как, вы же читали книгу пикотехнологии белков, там две лицензии официальных. Я вам сейчас говорю про имдрайв, давайте не прыгать туда-сюда. А почему не попрыгать-то? Смотрите, если... Давайте имдрайв обсудим, я в пикотехнологии вообще не впаривался вас продвигать. Как вы начали продвигать пикотехнологии, я от вас отвалил. Ярослав Петрович. Вы не понимаете, что это новые ГОСТы, СНИПы и так далее, и работать с дураком это тратить время своей жизни. Если человек понимает, что фармацевтика, здравоохранение и так далее, это ГОСТы и СНИП, это законодательство. Ярослав Петрович, а подождите, вы же сначала хотели разобраться, кушаем псих или нет. Почему нельзя это сделать на примере официальной рецензии по пикотехнологии? Если по пикотехнологии кушаем не псих, то почему он должен быть по микроволновой технике псих? Где логика? По пикотехнологиям нам вообще не разобраться, потому что эти узкие эксперты разговаривают на своем птичьем языке и вообще никто в этом не разбирается. Слушайте, книга же, книга официальной рецензии. Вы же хотели официальных рецензий, пожалуйста, берете книгу пикотехнологии белков, показать вам официальную рецензию. Сейчас покажу, не проблема. Вот на форуме, смотрите, сейчас вам покажу. еще раз, Александр Юрьевич, когда фармацевтика начнет использовать ваши алгоритмы, это значит, что признали и коммерциализировали. Да не, Ярослав Петрович, вы же говорили о рецензиях, а рецензии уже есть. Так, значит, вот у нас что это? Оторвались, я с вами обсуждал М-драйв. Александр Юрьевич, давайте. Но вы же переключились на как отличить кушлива психа от непсиха. Вот это вот психотехнологии уже легко по вашим критериям отличается. Да у нас там опытов нету. Как нету? У нас там рецензии, если вам уже официальные бумаги нужны. Это не опыт. То есть опыт подпихнуть, а теперь рецензия. Рецензия же это умозрительно. Вы говорили так, что кушлив не псих, если есть официальный документ. Вот я вам сейчас вам и покажу. Ну смотрите. Не, ну вы смотрите. Давайте вы продолжаете эфир сами с собой. Я поехал. Александр Юрьевич, зачем я буду тратить время свое? Мы сделали для вас трансляцию. Дальше дурите людей как хотите. А зачем дурить? Когда есть официальный... Вам нужно официальный рецензий. Получите. Так, для этого надо войти. Я вам говорю про им драйв речь, а вы мне начинаете дураком... Мы с им драйва перешли на психокатерин. Кушлив псих или не псих. А вот псих или не псих можно на примере пикотехнологии выяснить. Я вам говорю, что сколько лет вы этим занимаетесь, покажите одного специалиста, кто вас поддерживает. Сейчас я вам покажу по пикотехнологии. Все, я поехал. До свидания, дорогие друзья, всех с наступающим. Приятного эфира с Александром Юрьевичем кушали. Удачи и с наступающим. Войдем на форум. И тогда у нас будет действовать поиск. Ярослав Петрович, поздравляю тебя лично и возглавляемую тобой глобальную волну всех, скажем так, членов глобальной волны с наступающим Новым Годом и пожелать здоровья, удачи, чтобы хоть что-то у нас наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Хоть что-то. Хорошо, низкий поклон. К себе втыкай камеру. Я что, выбираю? Что касается Александра Юрьевича, я думаю, что тут не совсем как всё-таки корректно с твоей стороны звучали обвинения в отношении Александра Юрьевича, потому что на мой взгляд он достаточно талантливый инженер, как минимум. Как минимум. Вот он действительно провел ряд работ, которые были, которые недоступны так называемым экспертом из официальной науки. Ну а что такое официальная наука? Я очень много в последнее время общался с представителями зарубежными, ну понятно, с какой стороны, там та же самая ситуация. То есть есть люди, которые получают деньги и работают в научных лабораториях и учреждениях, и они напрочь действительно не подпускают к своей кормушке, буду говорить прямо, к своей кормушке никого другого, кроме себя и себе подобных. И ссылки делают только, скажем так, на своих сотрудников, своих знакомых и на, скажем так, известных людей. Вот. У нас есть большая, очень большая самая проблема, что то же самое и Александр, и все остальные, кто занимается так называемой преднаукой, преднаукой, потому что когда-то и теория Эйнштейна, в смысле Ньютона была преднаука, там, многие прошли через это. Значит, что мы тюраемся ссылаться на тех людей, которые еще не раскручены. На мой взгляд, это очень большой минус, потому что таким образом мы просто показываем, что мы вот тоже хотим как бы как бабуины постучать себя в грудь и прислониться рядом с какими-то авторитетами. А то, что все-таки касается Александра Юрьевича, я считаю, что здесь нельзя так у каждого исследователя, занимается чем-то новым, непонятным, да, у него могут быть ошибки. Я, например, всегда говорю, ребят, ритмодинамика как таковая, она может быть ошибочна на сто процентов, но на данный период времени те предсказания со мной чисто инженерные, которые были сделаны с помощью математического аппарата и ритмодинамической философии, они вот работают, но в конечном итоге придет другой человек, который скажет, нет, вот немножко не так, да, и все, и мы так же отодвинемся, как плоскоземельщики, там, или, не знаю, птолемеицы, ну, не важно, кто. Поэтому вот нужно быть очень аккуратным с творческими людьми. либо если хотя бы один пришлось большую тему и друзья, потому что Юрий Николаевич всегда кушали Александр Юрьевич, отзывался очень так, говорит, где будет Александр Юрьевич, меня там рядом не будет. Поэтому пришлось перегибать палку максимально, как игра злой добрый следователь. Или тут проявляется Иваново, ну, Ярослав, Ярослав, Александр Юрьевич хороший. Нет, Ярослав Петрович, дело в том, что я во многом не согласен с подходами Александра Юрьевича Кушалева, во многом не согласен, ну, как не согласен? Во-первых, я исхожу всегда из того, что я сам лично не знаю, как устроен мир на самом деле. И всегда стараюсь в последнее время, по крайней мере, говорить, что если вдруг, к примеру, тот же эфир, в отношении которого рубятся здесь, скажем так, насмерть, окажется там газом или с чертеренками Максвелла, да, не я создавал этот мир, так, и мне придется, если нам удастся экспериментально доказать и показать, что это действительно так, то есть кто-то из исследователей прав, да, то я вынужден был согласиться, ибо не я создавал этот мир, и я попал в этот мир и должен его принять таким, какой он есть, вот, поэтому, зная свои трудности, с которыми я сталкивался в процессе, скажем так, продвижения, да, просто я понимаю, что талантовых людей, даже если у них, скажем так, ну, уж, извините, да, небольшие, скажем так, вот эти вот сдвиги по фазе существуют, да, их необходимо терпеть, их все равно необходимо уважать, потому что таких людей во всей земле не так уж и много, вот, и Александр Кушев, лично, и его супругу, и его семью, я поздравляю с Новым годом, пользуюсь такой возможностью, желаю в Новом году здоровья, ну, и всего самого лучшего, что каждый сможет пожелать себе сам, который чувствует, ну, мы чувствуем интуитивно, что мы хотим, да, поэтому, если я пожелаю, вот, чтобы тебе хороший смартфон, да, а это может быть как раз вот и не в тему для человека. А я должен сказать, что в тему, то есть мне бы интересно, чтобы подарок, который я хотел приготовить для человечества, и человечество приняло в подарок, просто в подарок, то же пикотехнологии. Не, Александр, вы, вы сделали ту работу, которую даже в какой-то степени я не до конца понимаю, понимаете, даже не только до конца, а я как бы на начальном уровне как первоклассник по поводу той работы, которую вы сделали, вот, с этими белками и так далее. Что касается М-драйва, вот здесь я частично, конечно же, с Ярославом Петровичем согласен, вот, потому что действительно, вот, эксперимент, он действительно был очень давно проведен, так, много вопросов к нему, и у меня в том числе, потому что я, по крайней мере, с Кожевником общался, а он присутствовал при всех этих вещах, так, и вообще, необходимо было бы на новом уровне ему повторить. конечно, на уровне рубием драйв, рубиновый. Небезательно, ведь задача не в том, чтобы получить там килограммы, там, сотни килограмм, там, тонны тяги, а задача в том, чтобы утвердить принцип, что вот этот принцип действительно работает, и что на него следует обратить внимание, и это, то, что мы делаем, это направлено не для вот этих людей, которые там являются экспертами и так далее, да, это, эти все работы производятся для тех поколений, которые еще не родились, и интуитивно мы это понимаем, что мы это делаем, независимо, оплатят работу, не оплатят, оплатят хорошо, я буду только радоваться, а для тех, кто за нами придет, потому что мы до сих пор не разобрались, вообще, что это за процесс, который происходит на земле, да, вот, кто за что отвечает, почему, вот так или иначе, поэтому, опять-таки, чтобы завершить, чтобы не было этим длинным монологом, да, еще раз позвольте, так, Александр Юрьевич еще раз поздравил и вашу семью, позвольте всех абсолютно, тех, кто интересуется чем-то новым, поздравить с Новым годом, и, в принципе, хотелось бы сказать, ребят, помогайте друг другу, в какой-то степени и Александру, может быть и мне, потому что, вот у нас сейчас есть проблема написания хорошей программного продукта, которого нету, вообще нету, на рынке программных продуктов, которые, вот, именно, демонстрируют, моделируют многие явления, именно физические, у нас проблема, либо мы должны огромные деньги платить программистам и тыкать им пальцем, что делать, да, либо действительно должна создаться команда, которая скажет, ребят, мы этот продукт сделали, мы являемся хозяинами, его хозяевами, да, ну, то есть, как бы, автором, и, если удастся его продвинуть на рынок, то есть, монетизировать, это будет здорово, но, к сожалению, это вот трудно, несмотря на то, что подписчиков у нас много на глобальной волне, вот, а помощи в этом плане, ну, по крайней мере, либо мне не докладывают, либо ее, вроде бы, как и нет. Так, у меня все, спасибо большое, всем удачи, вот, вот так. Да, я вот хотел бы присоединиться к вашему выступлению, вот, сказать, что действительно то, что вы делаете, вот, программный продукт, я знаю, о каком продукте идет речь, то есть, его действительно очень полезно было бы сделать, поэтому, если на глобальной волне существуют инвесторы, вот, то я бы им порекомендовал помочь Юрию Николаевичу, потому что я сам пользовался программами в сыром виде от него, вот, они очень полезны, вот, поэтому, если этот продукт будет сделан, он будет пользоваться большой популярностью и принесет инвесторам большие дивиденды, вот, ну, кстати говоря, вот, по пике технологии Валентин делает программу, вот, этот онлайн-сервис, он сделал уже без оплаты, вот, то есть, он является хозяином вот этого, этой программы, вот, то есть, если такие же программисты помогут Юрию Николаевичу Иванову сделать его продукт, они тоже будут хозяевами и смогут потом получать дивиденды, Александр Юрьевич, не хозяевами, а соавторами, соавторами, потому что у меня была такая конфликтная ситуация, когда мы писали первую программу по самоорганизации, вот, я ее нигде не засвечивал, эту программу, она в сыром виде, то просто я как-то зашел на разговор, а кто все-таки автор программы, и программист сказал, что он единоличный автор программы, а я сказал, а я, а я где, все на этом, скажем так, мы и вот развод и девичья фамилия, так говорят, да, поэтому необходимо просто понимать и очень, самое, вот, что касается популярного продукта, то я не уверен, потому что эти продукты, они специфичны, да, и они очень дорого стоят, но они, потому что это не игрушки, ну, понятно, да, то есть компьютерные, вот, поэтому здесь о такой массовой популярности речи идти не может, но эту программу можно адаптировать для школ и институтов, вот, тогда она будет точно популярной, тогда она будет работать и на решение проблем чисто научно-технических и на, в принципе, в какой-то степени немножко повысит благосостояние тех, кто с этим работает, спасибо вам пока всем. с наступающим, удачи! Так что, ждем и программистов, и инвесторов. Я так понял, что Ярослав Петрович уже уехал по делам отмечать Новый год, вот, но тогда надо разобраться, будут ли вопросы, да, какие интересы осталось обсудить, потому что если мы все вопросы обсудили и многих вопросов не возникает, тогда имеет смысл встретиться на форуме. Какие будут пожелания? Что-то из присутствующих я только себя вижу, живьем, а все остальное какие-то заставочки. Нет, мы здесь, Александр Юрьевич. Ого, это хорошо. Трансляцию завершаем, какие планы? Ну, если есть вопросы, я отвечу. Ну, я все вопросы задал, какие можно, я не знаю, в чате там есть вопросы? Давайте посмотрим. Ну, в чате Гугла. А, слушай, Александр Юрьевич, возникла такая очень любопытная ситуация, в которой, честно говоря, я уже научился таким ситуациям привыкать и улыбаться. Это вот по поводу того эксперимента, который при ускорении измеряет, при ускорении мы наблюдаем смещение интерференционной картины. Помните, это, прошу, я вам писала, по поводу? да. Значит, и вот, допустим, автор эфиродинамики вначале воспринял все с энтузиазмом, сказал, да, все, я даю положительное решение. Через некоторое время он сказал, что мы шарлатаны, мы вообще самые очень нехорошие люди в науке и вообще вредители. То есть, пайки под эфиродинамику, что ли? Да, как бы. Так вот, возникает вопрос. Значит, вот как к этой ситуации вообще относиться? Потому что, я ведь всегда говорю, мы не знаем, как устроен мир на самом деле. У нас есть только модельные представления. Есть модель, допустим, Масоковского, есть модель Кушевая, есть модель там Рыбникова, Иванова там и заграничных многих исследователей. Да, в этом модели. А основная задача, какая модель ценится больше всего? Если в какой-то модели есть инженерные составляющие, ну, модельных представлений, да, и когда мы переводим, скажем, предсказания модельных представлений в какое-то железо и оно работает, мы тогда на эту модель обращаем внимание и говорим, здорово, на данный период мы будем этим руководствоваться. Вот возникает вопрос. Вы попытались разобраться с этим экспериментом, где мы гаммодинный интерферометр гоняли по московскому центральному кольцу и наблюдали изменения в процессе ускорения поезда и замедления поезда. Нет, не разбирались? Если не разбирались, то я просто попрошу, чтобы вы разобрались. вопрос был очень простой. Значит, достоверность. То есть, если, так скажем, вот это систематическое смещение, оно превышает погрешность надежно, тогда, значит, все нормально. Если оно не превышает порядка погрешности, тогда, значит, возникает вопрос, насколько достоверно. Не, ну там смещение полос происходило на две или три линии интерференционных. Как это происходить по другой причине? Нет, причин может быть множеством, миллион. Но именно та самая причина. Да, но дело в том, что, скажем так, эксперимент очень любопытный, и он очень хороший, имеет хорошее математическое обоснование. Очень хорошее. Очень хорошо. И вот почему я говорю, как бы он показатель, то есть очень очень похоже, его надо повторять, перепроверять. Это будет делать мы. Понятно, то есть сказать, что речь не о скорости, а именно об ускорении. Нет, дело в том, что практически все параметры вещества, ну, допустим, масса, как мы ее можем определить? Вот висят два шарика одинаковых. Один пустой, другой металлический. Мы можем массу этих шариков определить только тогда, когда под действием силой и придадим этим шарикам ускорение. И по обратной реакции мы видим, ага, значит, один шарик массивнее, другой нет. Та же самая картина и в отношении эффекта доктора, потому что там эффект доктора измерялся. мы говорим, ребят, при постоянной скорости все стоит, ну, неважно, мы набрали 100 км в час, да, вот, если скорость постоянная, интерференционная картинка стоит. если скорость начинает меняться, интерференционная картинка поплыла. Правильно. Значит, и мы тоже говорим, ребят, значит, вот эти явления, они проявляют себя в эфире, потому что волна, она уже является, принадлежит к носителю. Конечно. Если, скажем так, при ускорении вот эти эффекты мы наблюдаем, значит, мы, похоже, зацепили носитель. Да. То есть, то, что мы называем эфир. Какой он, мы не рассматриваем. Вот я лично вообще никакого не строю гипотез. Ну, тем не менее, нам вроде как удалось зацепить. Значит, там, конечно же, есть какие-то следствия, да, то есть, очень похоже на то, что, во-первых, это будет своего рода эфирный компас, в конечном итоге, да, во-вторых, мы сможем избавиться от спутников GPS для определения собственных координат. под водой, под землей, пофиг где. Ну, естественно, компьютерная обработка, там, ну, измерение, да, это, 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 авиационная система с акселерометрами, она для ракет используется уже десятки лет, мой отец в этой систему, эту систему разрабатывал с академиком Бергом, вот, и, да, но дело в том, что акселерометры, они реагируют, там обязательно есть пробное тело, которое имеет массу, да, а здесь нету массы, здесь вообще нету ни одной движущейся детали, вот, лазерные гироскопы, они тоже гироскопы, там тоже есть масса, только маленькая, да нет, ну, мы сейчас не будем спорить, потому что, опять куплюсь, да, как устроен мир, мы не будем, волны тоже имеют массу, кто сказал, это согласно вашему представлению, а я, а я не знаю, а как же это давление, волны, Александр Юрьевич, давайте не будем в цирке, опять превращать, иначе мы сейчас... Ну иначе мы, значит, вы даже не знаете, поперечная волна или нет, у вас есть свои, как бы, аргументы, так, а я не знаю, какая волна, поперечная или нет, то есть, вызываем. Вы можете, да, что поперечные волны, скажем, вот, обычные, акустические поперечные волны в нагретой зоне кристалла замедляются, а продольные ускоряются. Александр Юрьевич, у вас, выработана своя система, ну, мировоззренческая система. Пока работают только с экспериментацией. У вас, у вас, у вас свое модельное представление. Я говорю, только о фактах. То есть, поперечные волны замедляются, в нагретой зоне кристалла, а продольные ускоряются. Это факт. Александр Юрьевич, значит, я бы сказал так, никто не видел волну в вакууме на маршруте. Если вы хотите увидеть волну на маршруте, вы должны воткнуть какое-то пробное тело. Поэтому, в каком виде до приемника, от источника до приемника доходит электромагнитная волна, мы не знаем. Но, когда она попадает на приемник, она проявляет себя как поперечная. А какая она до приемника, еще не дойдя. А это показывают решетки поляризационные. Как только вы ставите решетку, решетка уже является приемником. Это надо понимать. Это является индикатором, пробным телом, кем угодно называется. Значит, решетку поставили, это уже приемник. Все, вы уже повернули, и сразу ясно, какая волна так поляризованная. Ну, вот, наверное, вот этим я отличаюсь от вас. Поэтому у меня несколько другое направление. Ну, у вас свое. Так, Александр Ильич, у меня пока все, у меня пока все, да, не будем спорить. Спасибо. Ну, хорошо, удачи. Так, ну что же, тогда, если вопросов не видно на ютубе, на ютубе неужели нет вопросов. Если никто не видит вопросов на ютубе, но они там есть, то, ребята, вы эти вопросы задайте на форуме лаборатории Наномир. Тут я уже точно их замечу. Я не знаю, где там ютуб находится, я его в угле не вижу, а на форуме я могу точно вам ответить на любые вопросы, ну, если я смогу, Вот, а сейчас я вам покажу одну интересную штуку. Вот видите, у меня на голове надета такая вот как бы шаманская повязка. Но на самом деле это фрактальный талон, причем не простой, а со шкалой, сделанный из матриц Серпинского Кушлева. Ну, про матрицы Серпинского вы, наверное, уже слышали. Вот. А это более сложные матрицы, которые позволяют упаковывать изображение. Вот если вы сложную шкалу упакуете, вот, то ее можно изготовить и, так скажем, в упакованном виде надеть, например, да, а когда вы смотрите через оптическую систему, которая дальше обрабатывает по алгоритму распаковки, вот, то вы можете это упакованное изображение распаковать и вместо вот этой непонятной картинки вы увидите сложную шкалу с многими делениями, там, скажем, больших масштабах деления, там, дециметры, сантиметры, миллиметры, и все это может развернуться вот из этой упакованной шкалы. Вот. То есть это еще одно научное направление лаборатория на мир, это речь идет о фрактальных эталонах и фрактальных шкалах, причем не простых, а, например, упакованных по алгоритмам сжатия, то есть по матрицам Серпинского и более продвинутым. Вот. Поэтому, если вам эта тема интересна, то на форуме она тоже есть. Форумы лаборатории на номер найти очень легко, надо набрать nanoworld.org.ru попадете на форум лаборатории на номер. Если сами не сможете зарегистрироваться, пишите по электронной почте пошли в 2012 нолик собака яндекс.ру и я вам помогу зарегистрироваться. Ну что, значит, если вопросы есть, задавайте, если нет, тогда надо закруглять трансляцию, потому что скоро Новый год, надо же отмечать. А кто будет трансляцию закрывать? Давайте на Ютуб заглянем. Вдруг там на Ютубе интересные вопросы. Так, сейчас мы еще посмотрим. Так, вот есть такая штучка. Показать экран. если вот это видно, то значит это будет видно и Ютуб. Так, а ссылочка у меня должна быть на форуме. Значит, трансляция, тема трансляции, ссылка на трансляцию. Вот сейчас мы зайдем на Ютуб и посмотрим, есть ли там вопросы. Ярослав Петрович говорил, что вопросов по существу нету. Ну, какие есть. Так, вот. Что-то загружается. Какое-то непонятное. что-то вообще непонятное. Почему-то нечитабельный чат. сделать вот так вот. О! Что-то уже... Ну, и здесь не то. Здесь чата не видно. предлагается... А, добавить комментарий. Ага, вот они, комментарии. Прилились. Юлиан Зарудный. Он просто улыбочку. Крутящийся вектор в спирали. Вот. Феникс пишет. Кушали, что ты на своем форуме банишь инакомыслящих. А вот это неправда. А на форуме лаборатории на данный мир вообще нет забаненных ни одного. Каштан. Дайте ссылку, расскажу вам про пикотехнологию. А это вот на форуме давайте расскажем, потому что уже время кончилось, и поэтому рассказ про пикотехнологию лучше на форуме. Так, дальше что-то по-английски непонятное. Так, заблудившийся в лесу. Так, что-то мало комментариев. А что здесь? 0,200. Что-то я вижу очень мало комментариев. Наверное, все отмечают. Раз, два, три, всего 20 комментариев. Ну что же, раз такое дело, ага, вот, кстати, интересный ролик. Это, значит, ролик про вечную молодость, который мы посмотрели, но здесь есть комментарии. где же комментарии, не видно. Ну ладно. В общем, друзья, давайте сделаем так. Закончим сейчас трансляцию. Да, Александр, у меня вот такое пожелание тебе по поводу эндрайва, чтобы не было споров. Вот, допустим, мы проводили эксперимент с этим, с этой лодкой в этой гребаном бассейне, где подтверждали принцип рассогласования фазы и частоты и влияние этих рассогласований на перемещение системы. Помню, отлично. Кстати говоря, измени, оно того же плана эксперимента. Да, значит, вот поэтому если ты вот все-таки предъявишь хотя бы какую-то теоретическую основу того эксперимента, который ты проводил, тогда давно, да, но в любом случае придется напрячься и его все-таки реализовать. То есть на новом уровне и ведем. Дело в том, что, во-первых, у меня сам двигатель назывался резонатор рыбьей волны, то есть он в названии уже говорится о принципе движения, а во-вторых, действительно у меня есть и рубиновый двигатель, который включить в наше время, это столько же затрат, сколько повторить эксперимент 92-го года, потому что там сатаки, слои очень сложно. Ну вот, как бы ты услышал меня, что я хотел, да? Поэтому, конечно, давайте попробуем включить. Хотя бы, я думаю, что все-таки надо бы в миниатюре повторить тот двигатель, который был первый, потому что это важно. Там, насколько я понимаю, у тебя тоже заложено тот же самый принцип. да, но дело в том, что сам эксперимент, он не имеет того значения, как идея, то есть, межопубликованная идея, что? Александр, Александр. Эта идея подтверждена по-любому. Да, она подтверждена, но существует подход, киста, скажем так, саморитмодинамический, да, где вот мы сделали такой-то эксперимент, а существует подход кушали, да, он несколько другой. Подожди, Юрий Николаевич, я совершенно не отрицаю ваш эксперимент, и более того, я считаю, что здесь полная аналогия, то есть, ваш акустический эксперимент с поплавками или там, скажем, поверхностные волны, он то же самое, что змея и то же самое, что электромагнитный двигатель змеи. а лодку с ультразвуковыми видел? Да. Ну, вот. Аналогично все. Все? Здесь нет противоречий. Поэтому вы зря говорите, что это подход кушали, а это Юрий Николаевич Иванов. Нет, дело в том, что мир един, мир един, и если какие-то процессы обеспечивают перемещение системы в пространстве, то они одинаковые, что у Сидорова, что у Петрова, что у Иванова, они одинаковые у всех. То есть, там возникает проблема, как быть, мало кто читал, скажем так, Ньютона, хотя бы в переводе Крылова, да, вот, а я эту книгу достаточно внимательно и многократно ко многим местам возвращался. Ведь Ньютон предполагал, он так и писал в одном из своих предисловий, не в работе, а в предисловии, да, типа, я предполагаю, что все эти явления, то есть, движения, то есть, перемещения, да, инерция, там, сила, все эти явления формируются в глубине материи, на уровне элементов материи, и их связи, но так как мы не знаем пока, какие связи, на самом деле, да, поэтому мы от этого вопроса пока подходит, то есть, об этом говорил и Аристосик, многие говорили о том, что лежит в основе перемещения, вот, допустим, у нас есть такая интересная вещь, вот мы раскручиваем катушку, где много висков, а потом ее резко термозит, на концах катушки появляется электрический ток, Ну да. Есть такой школьный эксперимент, ну или институтский, вот, ток появляется в двух случаях, когда мы разгоняем катушку и когда мы ее тормозим, то инерция, электроны, все нормально, так, 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 это одна из моделей, потому что никто не знает, как нам представить электроны на самом деле, то есть есть нечто, что мы называем электроном, есть некие процессы, комплекс процессов, может быть, они выглядят для нас, как электроны, для этого придумали модель, ну модель там, ну понятно, Тобссон там всякие и так далее, воровские модели, да, и вот психологические, да, это все модель, значит, а мы этот эксперимент по-другому переначали и задумались, а нельзя ли нам электрический ток перевести напрямую в движение, напрямую, конечно, а вот вопрос, как отпустите по катушке ток, то нам дернется, так, ну ладно, хорошо, если торможение катушки вызывает разность потенциалов, значит, разность потенциалов, но дело в том, что катушка вошла еще в режим постоянного движения, да, нам необходимо поддерживать эти движения, а инерция, ну инерция, да, вот, то есть здесь, скажем так, непаханное поле, и это то, чем занимается в том числе и Александр Юрьевич, похвалим его, потому что все-таки Новый год, зачем настроение портить, да, и меня может быть похвален. Юрий Кальчевский, вас я постоянно хвалю, я привожу пример, что вот вы в 81-м году, в 81-м или 82-м провели эксперимент в аналогах, в 90-м годах, и аналогах, да, показали, что эксперимент наинтересован вовсе не говорит о том, что нет среды, потому что акустический аналог, который провел Юрий Николаевич, тогда будет означать, что нету воздуха. Да, да, Александр, значит, дело в том, что мы, как мне кажется, да, я надеюсь, что не ошибаюсь, как мне кажется, мы настолько близко подошли к пониманию, как получать движущую силу не за счет отброса ракетного способа, а за счет других способов, которые не требуют выброса, отброса массы. движение змеи. Нет, движение змеи это одна схема. Это как бы, скажем так, это отдельный разговор, который требует, который стоит очень дорого, как говорит Александр Юрьевич. Да, потому что знания мы почему-то не ценим. Вот тот самый Ярослав, когда говорит, что, значит, вот там деньги. Извините, ребят, человек, на Новый год намазать бутерброд маслом и красной икрой хотя бы, и так далее. А когда ему говорят, а ты нам все на халяву дай, а потом еще и скажут, пошел ты нафиг, да, то получается, как-то несправедливо. Но мир таков, какой есть. Вот. Мы не выбирали его. Мы попали в тот мир, который вот, вот, ну, попали и попали. Да? Поэтому вот, необходимо, каждый пытается как-то ему тоже приспособиться. Поэтому, вот, с точки зрения финансирования, я поддерживаю Александру Кушева. Вот. И тоже становлюсь на эти жилья, сферы, и ребят, вы хотите знания, да? А что вы сделали для того, чтобы вы эти знания иметь? Ну как, мы же к вам пришли. Нет. Давай вступительный взнос. Да? В институт, да? А какой, ну, каждый человек, когда идет на концерт, какого-то там непонятного, что занудшего, ну, понятно, комика, вот он платит деньги за билет. Ребят, если вы хотите обладать знания, вступительный билет стоит, ну, недорого, 100 тысяч евро. Ну, большие деньги для такого уровня знаний, и людей сдувает, как ветром. А это значит, что если бы мы их пустили бесплатно, то они бы нас нафиг послали, как только получили то, что хотели. Ну, поэтому вот в этом плане, я думаю, что вот этот подход, он имеет, скажем так, под собой, по крайней мере, какое-то оправдание. Ладно, куда-то мы заехали не туда, Александр Юрьевич, я потому что тут уже начал старый год провожать. Хорошо. Значит, ну что, закрываем трассляцию, да? Ну, конечно, потому что, раз нет вопросов, значит, они будут на форуме, где форум все знают. Хорошо. Так, ну все, руководи. С наступающим. Приходите, добро пожаловать, мы вам все расскажем и покажем. Кто закрывает эту трансляцию? Ярослав Петрович, наверное? Или она сама закрывается? Друзья, кто нам поможет закрыть трансляцию? Ну вот, а на форуме лаборатории на данный мир можно продолжать бесконечно, потому что там мы ничем не ограничены. Ну что, может быть, все выйдут и автоматически все закроется. Ну-ка, давайте-ка я тоже попробую выйти. Я... Я... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...